археологический клуб продолжает бороться со свалками на туристических тропах но если ты все время убираешь за тем кто все время мусорит происходит такое своеобразное выгорание для нас в действительности непростая история из года в год проходя по тропежного берега встречать новые и новые свалки или старые старые с которыми мы уже не можем справиться и для того чтобы понять как дальше быть я постарался как-то разобраться для себя почему это происходит почему люди мусорят почему люди оставляют за собой такое количество разнообразных отходов вот и наверное я постараюсь как-то вот поделиться с вами своими мыслями по этому поводу если у вас будут какие-то идеи по поводу того как с этим бороться я буду рад услышать итак если зайти с нашей археологической исторической точки зрения вот это вот состояние когда человек разбрасывает мусор вообще-то естественное да то есть тогда когда люди двинулись путешествовать с востока африки по всему миру они оставляли собой в основном мусор и никто об этом вообще не думал ну даже есть такая культура археологическая культура мусорных куч ну в действительности это было очень долго пока люди не начали жить вместе рядом пока не появились города и тогда наверное возникла потребность в том что нужно как-то вот учитывать интересы другого который живет рядом и появилась такая вот своеобразная культура да и наверное первая причина почему люди мусорят это потому что у них нет этой культуры то есть они живут рядом с другими людьми но живут так как будто никого вокруг нет вот те люди которые у меня за спиной площадка где они выливали масло перезаправляли машину маслом и выливали оставляли просто в коробках здесь это вот наверно те люди которым совершенно все равно и культура это которая эта вещь которая прививается с детства долго но в общем она может прививаться она может формироваться да то здесь есть какая-то надежда что те люди которые например вместе со мной в клубе убирают они потом сами не будут мусорить просто потому что это как-то вот сформировано у них такой взгляд на жизнь и для такой взгляд для на жизнь для них является естественным вместе и еще один момент наверное это безнаказанность потому что сейчас мы находимся на особо охраняемой природной территории где за выкинутую бумажку должны в общем отрывать голову и никто никого не наказывает и место недавно вывели из территории особо охраняемой природной и продали фирме ну то есть в общем ситуация грустная и безнадзорная если есть закон и он не работает человек может делать все что угодно но он собственно и будет но есть на мой взгляд еще одна причина которая мы не учитываем я бы назвал ее отсутствием эмпатии и вот она наверное самая тяжелая в своем преодолении потому что человек не может представить что ему что то что он делает может кому-то другому мешать и вы наверно с этим все сталкивались как туристы вы приходите на какое-то место удивительное ставите палаточку тихонечко сидите спокойно приезжает шумная компания врубает музыку дубасит пьет орет кричит устраивает совершеннейший ад и для них это совершенно норма им совершенно все равно что вы и рядом и что вы мешаете вот эпицентром этого места эпицентром такого отсутствие эмпатии это бухта батарейная здесь все время такой акустический мусор идет со всех сторон мы когда прокладывали тропу южного берега сначала сделали здесь стоянку для участников для тех кто идет по этой тропе но потом мы ее перенесли дальше потому что здесь невозможно останавливаться это просто некомфортно не говоря уже о том что это небезопасно так вот мне кажется это явление общего плана вот эти люди орут кричат засоряют пространство звуком засоряют собой вот этим своим ужасным поведением потом они оставляют за собой груды мусора который мы здесь потом убираем из года в год почему вот это вот возникает история а кстати вот мимо сейчас нас я вот только понял мимо сейчас мимо нас ездят газели которые вывозят строительный мусор в особо охраняемую природную территорию это потрясающая история вот это как раз то что мы здесь ищем мы фиксируем такие свалки и отправляем их по интернету через сервисы чтобы такого больше не было и чтобы эти сварки свалки убирали так вот почему возникает вот это вот ощущение что мне плевать кто вокруг и что вокруг мне кажется что причин вот этого вот повального отсутствие эмпатии повального отсутствие понимания потребностей других людей понимание того что право махать руками одного человека кончается у кончика носа другого это домашнее воспитание вернее даже так отсутствие контакта с эмоционального с родителями это первое во вторых такие люди никогда не читали художественной литературы и они не умеются переживать потому что прививается это у прививается это в глубоком детстве контактом с родителями а укрепляется тогда когда ты читаешь книжку и ставишь себя на место главного героя я боюсь что те люди которые вот так себя ведут они просто вне этого пространства мне постранство национального контакта и вне пространство художественной литературы увы и вот самое печальное что с культурой как-то ну да это можно с этим можно работать а вот отсутствие эмпатии уже более-менее взрослого человека она никак не компенсируется это не привьешь уже взрослому человеку все это как примороженный слегка и единственное что здесь должно работать это наказание неотвратимое то есть на мусорил заплатил штраф на мусорил заплатил штраф после пяти штрафов приходит понимание что и стоит дальше и не надо устражать законы у нас госдума все время устражает новые новые все хуже и хуже просто выполнять те которые есть это было бы уже огромным прорывом но я заканчивая вот такое свое свободное размышление хотел бы заметить что если действительности очень многие зрители просят и утверждают что да нужно всех штрафовать расстреливать на месте за мусор да но тогда поймите правильно если все законы то все законы и вы если идете в поход вы тогда пусть вы не мусорите но вы тогда должны подчиняться и другим за всем остальным нормам по поведению в природе а готовы ли вы это тоже интересная история вот есть особо охраняемой природной территории через нее идет тропа и там нельзя разводить костер совсем ну например вся красная поляна ни одного костра просто быть не может готовы ли вы в своих каких-то местах интересных куда вы хотите поехать соблюдать такие правила вот на этом закончим для меня все равно очень горестно что вот такая история происходит и я снимаю на таком нехорошем эмоциональном фоне но все что мы можем сделать мы сделаем для того чтобы эта ситуация менялась всем хороших походов и до встречи в поле